БОЛЬШИЕ ТИСКИ Если мы хотим общаться и обладаем сильным устремлением помогать другим на уровне социального действия, на уровне собственной семьи, в работе внутри нашего сообщества или же просто хотим быть рядом с людьми, когда они в нас нуждаются, то рано или поздно мы попадем в большие тиски. Наши идеи и реальность происходящего не соответствуют друг другу. Мы чувствуем себя так, словно попали в руки жуткого великана, который пытается раздавить нас своими пальцами. Мы оказываемся между молотом и наковальней. Часто между нашими идеями и тем, с чем мы сталкиваемся на самом деле, существует несоответствие. Например, когда мы воспитываем детей, у нас есть множество прекрасных идей. Но иногда бывает очень сложно применить все эти прекрасные идеи к нашим реальным детям, измазанным едой, которая была приготовлена на завтрак. Другой пример – медитация. Замечали ли вы когда-нибудь, как трудно действительно чувствовать эмоции, не уходя в них с головой? Или как трудно просто развивать дружелюбие к самим себе, когда вы чувствуете себя такими жалкими, испытываете панику или на чем-то зацикливаетесь? Существует несоответствие между вашим вдохновением и насущной ситуацией, непосредственной ситуацией. Именно трение между этими двумя вещами, тиски, зажимающие вас между реальностью и вашим видением, заставляют вас расти, пробуждаться и быть на сто процентов порядочными, живыми и сострадательными. Большие тиски – одно из самых полезных мест на духовном пути, в частности, в путешествии и пробуждении сердца. О них полезно поговорить, поскольку снова и снова оказываясь в них, мы, как правило, просто хотим убежать, а иногда вообще все бросить. Это похоже на выгорание. Ощущения совершенно некомфортные, но от них никак не урезнуть. Это похоже на собаку, вцепившуюся зубами в вашу руку так сильно, что вы не можете просто стряхнуть ее. Время больших тисков по ощущениям напоминает период кризиса. У нас есть устремление пробудиться и помочь другим, и в то же время похоже, что все работает совсем не так, как нам бы хотелось. Мы чувствуем невозможность как увязнуть в своей ситуации, так и полностью отбросить ее. Попав в большие тиски, вы учитесь скромности, и в то же время в этом есть обширное видение. Это интересный момент. Тиски делают вас мягче, и одновременно в них есть широта видения. Посредством практики медитации мы учимся не отвергать, но и не цепляться. Это тот же парадокс, с которым мы сталкиваемся в своей жизни. Дело даже не в том, отвергаете вы или нет, а в том, что иногда вы обнаруживаете, что не можете сделать ни того, ни другого, или делаете и то, и другое одновременно. Однажды меня пригласили учить вместе с Савангом, старшим сыном Трунгпыринпоче, и ситуация была такова, что мне не был до конца понятен мой статус. Иногда со мной обходились как с важной шишкой, которая должна входить через особую дверь и сидеть на особым сиденье. В такие моменты я думала, ладно, я большая шишка. Я начинала носиться с этой идеей и придумывала подобающие большой шишке представления о том, как все должно быть. Однако затем я получала другое послание. О нет, нет, нет. Ты должна просто сидеть на полу, общаться со всеми и быть одной из народа. Ладно. Теперь послание было в том, что я должна была быть обычной, не выделяться и не быть учителем. Однако, как только мне становилось комфортно быть скромной, меня просили сделать что-нибудь особенное, что-то подобающее лишь большим шишкам. И это был болезненный опыт, поскольку я постоянно чувствовала, как мои собственные ожидания оскорбляют или унижают меня. Как только у меня появлялась уверенность в том, какой я должна быть, я могла почувствовать безопасность, я получала сообщение, что все должно быть наоборот. Наконец я сказала Савангу. Это очень больно, я просто не знаю, кем я должна быть. Но тебе нужно научиться быть большой и маленькой одновременно, ответил он. Мне кажется, смысл именно в этом. Привыкнуть к тому, чтобы быть только большим или только маленьким, только правым или только неправым, легко. Хотя нам кажется, что быть неправым плохо. Если мы привыкнем думать, что мы всегда неправы, это тоже может стать довольно комфортным состоянием. Нам подойдет любая опора, и мы хотим заполучить ее, стать победителями или проигравшими, большими шишками или серыми мышками. Однако если мы хотим общаться, если мы действительно хотим открыть свое сердце, рано или поздно нам придется оказаться в больших тисках, где мы не можем увязнуть в настоящем и не можем отбросить его. Мы оказываемся заложниками сочной ситуации. Мы одновременно и большие, и маленькие. Жизнь восхитительна и одновременно ужасна. Она и то, и другое. Когда мы ценим восхитительное в ней, это вдохновляет нас, придает нам сил, подбадривает, позволяет нам широко взглянуть на вещи, питает нас энергией. Мы ощущаем связь с ней. Однако если происходит лишь это, мы становимся высокомерными и начинаем смотреть на остальных сверху вниз, с абсолютной серьезностью чувствуем себя большими шишками и хотим, чтобы так оставалось всегда. В восхитительном появляются оттенки страстного желания и зависимости. С другой стороны, ужасный и болезненный аспект жизни значительно смягчает нас. Знание боли – очень важный компонент того, чтобы быть рядом с другим человеком. Ощущая большое горе, вы можете посмотреть прямо в глаза другого человека, потому что чувствуете, что вам нечего терять, вы просто рядом с ним. Ужасный смиряет и смягчает вас. Однако если бы все всегда было ужасно, мы бы лишь скатывались все ниже и ниже. Мы были бы в такой депрессии, настолько лишенными присутствия духа и надежд, что у нас не было бы энергии даже для того, чтобы съесть яблоко. Восхитительные и ужасные нужны друг другу. Первое вдохновляет нас, второе смягчает. Они дополняют друг друга. Сегодняшние афоризмы – это наставление о том, как общаться из сердца. Акцент здесь на том, как поддерживать сердце открытым и впустить в него сочность и богатство больших тисков. Один из этих афоризмов – какое бы событие из двух ни случилось, будь терпелив. Восхитительно событие или ужасно, приятно или отвратительно, будьте терпеливы. Терпение означает позволить вещам разворачиваться с их собственной скоростью, вместо того, чтобы рубить с плеча, руководствуясь привычной реакцией на боль или удовольствие. Подлинное счастье, скрытое как под восхитительным, так и под ужасным, часто не успевает развернуться, поскольку мы слишком быстро охватаемся за старый, привычный паттерн. Терпению не научиться в безопасной обстановке. Ему не научиться, когда дела идут гармонично и хорошо. Кому нужно терпение, когда все идет гладко? Если вы сидите в своей комнате за закрытой дверью и задернутыми шторами, все может казаться гармоничным. Но как только что-то идет не по-вашему, вы взрываетесь. Терпение невозможно развить, если ваш паттерн в том, чтобы всегда искать гармонию и сглаживать острые углы. Терпение подразумевает готовность быть живыми, вместо того, чтобы искать гармонию. Один отшельник, прославившийся своим аскетизмом, 20 лет практиковал в пещере. Однажды в его пещеру явился патрул Ринпочи, учитель, отличавшийся своей непредсказуемостью. И отшельник почтительно и любезно приветствовал его. Патрул Ринпочи сказал, «Расскажи, что ты здесь делал». «Я практиковал совершенство терпения», – ответил отшельник. Патрул Ринпочи вплотную приблизил свое лицо к лицу отшельника и сказал, «Но ведь таким старым мерзавцам, как мы, нет дела до терпения. Мы делаем это лишь для того, чтобы завоевать всеобщее восхищение, разве нет? Мы делаем это лишь для того, чтобы люди считали нас очень важными, ведь так?» Отшельник начал раздражаться. Однако патрул на этом не остановился. Он просто рассмеялся и похлопал отшельника по спине со словами, «Да уж мы-то знаем, как обдурить людей, правда? Мы это знаем, как никто другой. Они наверняка приносят тебе кучу подарков». В этот момент отшельник поднялся и закричал, «Зачем ты сюда пришел? Зачем мучаешь меня? Уходи и оставь меня в покое». Тогда Ринпочи сказал, «Где же теперь твое совершенство терпения?» Вот в чем все дело. Мы создаем для себя идеальную ситуацию, в которой мы очень высокого мнения о самих себе. Но что происходит, когда мы попадаем в большие тиски? Следующий афоризм. Не поддавайся власти внешних обстоятельств. О чем-то чудесном или даже просто приятном вы говорите, «Вау, я хочу это!» О чем-то ужасном или даже немного раздражающем вы говорите, «Я не хочу иметь с этим дело!» Смысл в том, что сложности не заканчиваются. И если вы пожелаете держать свое сердце открытым, сложностей быстро станет больше, а не меньше. Гармония может показаться несбыточной надеждой. Чтобы не корить себя за то, что вы поддались внешним обстоятельствам, вспомните историю Будды Шакьямуни. За миг до его просветления все внешние обстоятельства в форме дочерей Мары обрушились на него, чтобы починить свои власти. Мара символизирует все то, к чему прибегаем, чтобы найти альтернативы, присутствуя здесь и сейчас. Непосредственно перед просветлением к Будде приходили все возможные идеи. Казалось, что проявились абсолютно все возможные сложности. Однако в тот вечер кое-что было по-другому. Будда просто оставался сидеть на своем месте, открыл свое сердце всему, что возникало, не закрывался и полностью присутствовал там. Чтобы вы не упрекали себя, знайте, что полное переживание неподвластности внешним обстоятельствам называется просветлением. Афоризм «не колеблясь» очень хорошо дополняет афоризм, призывающий не поддаваться власти внешних обстоятельств. Что бы ни возникало, вы можете держать свое сердце открытым. Кроме того, вы можете увидеть в попытках отстраниться или закрыться возможность пробудиться. Ваши реакции на болезненные или приятные вещи дают вам возможность практиковать лоджинг. У вас есть хорошее наставление о том, что делать с болью. Вдохнуть ее, стать с ней ближе, подружиться с ней. У вас есть наставление о том, что делать с удовольствием, посылать его другим, отдавать то, чего вам меньше всего хочется решиться. Таким образом, мы можем начать понимать боль других и желать другим счастья, видя в радостях и наслаждениях нашей жизни не проблемы, а инструменты помощи другим. Следующий афоризм «не жди аплодисментов» означает «не жди благодарности». Это важно. Когда вы открываете двери окна и приглашаете к себе в гости всех живых существ, стены начинают рушиться, и вы оказываетесь во Вселенной, где вы совершенно беззащитны. Теперь вам некуда деваться. Если вы думаете, что уже этого достаточно, чтобы вы были довольны собой и чтобы вас осыпали благодарностями, этого не произойдет. Вместо того, чтобы ожидать благодарностей, было бы полезнее ожидать неожиданного. Тогда вы, возможно, испытаете интерес и любопытство к тем, кто входит в вашу дверь. Мы можем начать открывать свои сердца другим тогда, когда совершенно не надеемся что-то получить взамен. Мы делаем это просто так. С другой стороны, полезно выражать благодарность другим. Полезно показывать другим, как мы их ценим. Однако, если за этим стоит мотивация понравиться им, мы можем вспомнить этот афоризм. Мы можем благодарить других, но должны полностью оставить надежду на то, что они также отблагодарят нас. Просто держите дверь открытой, без всяких ожиданий. Один из афоризмов гласит «Не давай неверных интерпретаций». Не настаивай на неверном представлении о том, что такое гармония, что такое сострадание, что такое терпение, что такое щедрость. Не давай этим вещам неверных интерпретаций. Есть сострадание, и есть идиотское сострадание. Есть терпение, и есть идиотское терпение. Есть щедрость, и есть идиотская щедрость. Например, когда вы пытаетесь загладить все острые углы, избежать конфликтов и не раскачивать лодку, это не настоящее сострадание или терпение. Это контроль. Вы не пытаетесь вступить на неизведанную территорию, обнаружить себя более открытыми, меньше защищающимися и поэтому пребывающими в лучшем контакте с реальностью. Вместо этого вы используете идиотские формы сострадания и тому подобное, просто чтобы удержать свою позицию. Когда вы откроете дверь и пригласите в гости всех живых существ, вам придется отбросить свои планы. К вам входит много разных людей. Как только вам начинает казаться, что ваш маленький план может сработать, он вас подводит. Он оказался очень полезным своно, но когда вы попробовали применить его с Мортимером, он посмотрел на вас как на сумасшедшего, а когда вы попробовали применить его с Аней, она обиделась. Ни одна формула не будет работать всегда. Если вы приглашаете в гости всех живых существ, но сами желаете лишь гармонии, рано или поздно вы обнаружите, что один из ваших гостей дурно себя ведет, и вы не можете просто сидеть с радостным лицом и выполнять практику Тонглин, пытаясь привнести к гармонии. В общем, вы садитесь и говорите «Ладно, сейчас я собираюсь подружиться с тем фактом, что мне больно, что я напуган и что это по-настоящему ужасно». Однако так вы просто пытаетесь избежать конфликта. Вы просто не хотите усугублять ситуацию. Тогда все гости начинают ужасно себя вести. Вы целый день старательно работаете, а они просто сидят, курят сигареты, пьют вино, едят вашу еду и в конце концов избивают вас. Вы думаете, что ничего не делая, не говоря, ведете себя как воин или бодхисатва, но на самом деле вы ведете себя как трус. Вы просто боитесь сделать еще хуже. Наконец, они вышвыривают вас из вашего собственного дома, и вы сидите на тротуаре. Кто-то проходит мимо и говорит, «Почему ты тут сидишь?» «Я практикую терпение и сострадание», отвечаете вы. Вы неправильно поняли смысл. Хотя вы отбросили свои планы, хотя вы пытаетесь работать с ситуациями, вместо того, чтобы бороться с ними, возможно, вам придется сказать, «Сегодня вы можете здесь переночевать, но завтра вы уйдете, а если этого не произойдет, я позвоню в полицию». На самом деле вы не знаете, что принесет пользу тому или иному человеку. Однако, если вы позволяете другим избивать вас, есть вашу еду и выбрасывать вас на улицу, это не приносит пользы никому. Итак, в афоризме «не давай неверных интерпретаций» на самом деле говорится о больших тисках. Здесь говорится, что вы не знаете, что окажется полезным, однако должны говорить и действовать с ясностью и решительностью. Ясность и решительность возникает из желания замедлиться, прислушаться и присмотреться к тому, что происходит. Они возникают из открытости вашего сердца, а не из-за сбегания. Тогда действие и речь согласуются с тем, что нужно сделать для вас самих и для другого человека. Мы допускаем множество ошибок. Если вы поговорите с человеком, который по-вашему поступает в своей жизни мудро и смело, вы можете обнаружить, что он причинил боль огромному количеству людей и совершил множество ошибок. Однако использовал эти ситуации как возможности стать скромнее и открыть свое сердце. Мы не становимся мудрее, сидя в комнате с закрытыми дверями и окнами. Тренируйся в трех сложностях мой любимый афоризм, поскольку он признает, что путь на самом деле сложен. Однако потратить на него наше время – это хорошая идея. Есть три сложности. Первая – это увидеть невроз как невроз. Вторая – это быть готовым сделать что-то иначе. Третья – это устремление сделать это своим образом жизни. Увидеть невроз как невроз. Первая сложность – увидеть то, что вы делаете. Этому соответствует афоризм «освободи себя посредством исследования и анализа». Это интересный момент – быть способными увидеть то, что мы делаем без ненависти к себе. Это может быть описанием Майтри «Любящий Доброты». Мы можем увидеть то, что делаем и осознать, что это наше первое переживание больших тисков. Видеть, что мы делаем, не нападая на самих себя – это путь воина. Этот афоризм об освобождении себя посредством исследования и анализа подобно афоризмам «Не завидуй, не будь легкомысленным и не тони в жалости к себе», означает, что первый шаг – это увидеть, что вы завидуете, увидеть, что вы легкомысленно, увидеть, что вы тонете в жалости к себе. Вы думаете про себя. «А что бы сделал в этой ситуации доктор Сьюз?» Вместо того, чтобы применять это как оружие против самих себя, вы можете выдохнуть и осознать, что это та информация, которая вам необходима, чтобы держать свое сердце открытым. Если бы все на планете могли увидеть то, что они делают с добротой, все бы начало очень быстро меняться, даже если бы мы не дошли до второй сложности. Вторая сложность – это сделать что-то иначе. Даже если вы видите то, что делаете, можете ли вы сразу сделать что-то иначе? Если вы ревнуете, можете ли вы просто щелкнуть пальцами и перестать ревновать? Все мы знаем, что это намного сложнее. Вы сидите на своем месте, а на другом конце комнаты ваш бойфренд сидит с другой девушкой и прекрасно проводит время. С каждой минутой вы все сильнее ревнуете и все больше свирепеете. На вашем плече сидит маленькая птичка, которая говорит «Вот он, твой шанс. Ты можешь использовать это, чтобы пробудиться». Вы отвечаете ей «Даже не думай, он просто урод. Я хочу на него сердиться, он заслуживает мой гнев». Теперь маленькая птичка прыгает вверх-вниз и говорит «Эй, эй, эй, ты что, не помнишь?» Вы говорите «Я не верю во все это, я ревну и справедливо, а он просто ужасен». Это ваш ответ. Маленькая птичка перепрыгивает на другое плечо, тянет вас за ухо и говорит «Ну же, ну же, позаботься о себе, разберись в этом, отбрось свой фильм». «Даже не думай», отвечаете вы, «Вы невероятно упрямы». Это то, что происходит со мной самой. Даже когда нам известны методы заботы о себе, мы очень упрямы. Если вы думаете, что сложно бросить курить, попробуйте бросить свои привычные паттерны. Это вызывает такое же ощущение тошноты, которое вы испытываете, когда отказываетесь от других зависимостей. Итак, привычная реакция на ясное видение себя состоит в том, что вместо самоосвобождения посредством исследований и анализа вы принимаете не то лекарство, раздуваете ревность, еще больше тонете в жалости к себе и становитесь еще легкомысленнее. Обычно мы делаем это в разговоре с самими собой. Это похоже на раздувание огня мехами. Мы просто сидим и фантазируем о том, как наш бойфренд уходит с вечеринки вместе с нашей подругой, или же говорим с собой о том, что все это безнадежно, что мы чувствуем это постоянно и что лучше уже не будет. Сделайте что-то иначе. Например, выполните практику тонглин. Поможет любое другое действие, любое, кроме привычного. Например, вы можете подняться наверх и с громким пением принять холодный душ. Или выпить воду с другой стороны стакана, как делаете, когда пытаетесь избавиться от икоты. Но даже если вы видите то, что делаете и делаете что-то иначе, третья сложность в том, что вам трудно продолжать в том же духе, сделать пресечение привычного паттерна своим образом жизни. Итак, каждый раз, когда вы видите, что по привычке на чем-то зацикливаетесь, вы, возможно, решите ловить себя на этом и делать что-то иначе в рамках развития сострадания к самим себе и другим. Однако не удивляйтесь и не сдавайтесь, когда станет трудно. В практике трех сложностей нас поддерживает афоризм две активности, одна в начале, одна в конце. В начале дня, просыпаясь, вы выражаете свое устремление. Сегодня я буду практиковать три сложности. Пусть я вижу, что я делаю. Когда это происходит, пусть я сделаю что-то иначе. И пусть это станет моим образом жизни. В начале дня вы можете своими словами поощрить себя к тому, чтобы держать свое сердце открытым и оставаться любопытными, вне зависимости от того, насколько становится трудно. Далее в конце дня, перед самым сном, вспомните свой день. Вместо того, чтобы использовать произошедшее как оружие для нападок на самих себя, поскольку за весь день бы ни разу не вспомнили то, к чему устремлялись утром, вы можете просто использовать это как возможность лучше узнать себя и увидеть все забавные способы самообмана. все способы, которые так хорошо помогают вам отключаться и закрываться. Если вы чувствуете, что больше не хотите практиковать три сложности, поскольку эта практика обрекает вас на неудачу, посмотрите на себя с добрым сердцем. Размышление о делах прошедшего дня может быть болезненным, однако в конце концов вы можете развить уважение к себе, поскольку увидите, как много всего произошло, вы не были всегда одинаковыми. Как сказал в конце своей жизни Карл Густав Юнг, я поражен, разочарован и доволен собой, я измучен, испытываю депрессию и восторг, я во всем этом одновременно и не могу суммировать этого. Итак, это большие тиски. Хотя вы слушаете все эти учения и у вас есть в качестве поддержки все эти практики, большие тиски все же стали вашей реальностью. Вы должны это переварить. Учения и практики похожи на концентрат апельсинового сока, на густую оранжевую жижу в банке, а жизнь подобна воде. Вы должны смешать их друг с другом. Тогда вы получите хороший апельсиновый сок, который сможете налить в большой кувшин и предложить всем. Хотя он из банки, вы то знаете, что на самом деле он только что выжит. не не что вы вы не